Мы компания Лазервар. В данный момент это зарегистрирована торговая марка во всем мире. Продолжение следует... Мы также выпускаем не только внеаренные азертак оборудования, но и аренные азертак оборудования под торговой маркой Кибертак. Наша компания представлена и экспортирует свою продукцию более чем в 72 страны мира. Более 4 тысяч физических лиц, более 2,5 тысяч юридических лиц используют нашу продукцию. 200 тысяч клиентов по всему миру еженедельно играют на нашем оборудовании. Мы выпускаем просто огромное количество игровых лазертак комплектов и дополнительных устройств. Их более 135. Только за прошлый год мы сделали 8 новых устройств и более 35 моделей оружия модернизировали, обновили. Смарт-RGB повязка является лучшей на рынке с момента ее запуска. Ее гигиеничность, мультизональность, 4 отдельные зоны поражения с виброиндикацией, совместимость. Все это дает конкурентные преимущества как в игре, так и в бизнесе. Уникальное программное обеспечение, единый лазертак конфигуратор, современное андроид-приложение. Гибридная оптика призма. На данный момент это лучшая классическая тубусная система в индустрии лазертака. Как по внешнему виду, так и по дальности ей нет равных. Серия зарядных устройств «Паук» и «Светлячок». Еще никогда зарядка оборудования не была такой удобной. Имитация отдачи оружия. Наша фирменная технология «Фидбэк». Именно виброотдача лежит в основе самых современных лазертак комплектов. Альтернативные системы имитации отдачи показали свою нежизнеспособность ввиду огромного энергопотребления, необходимости устанавливать дополнительные аккумуляторы и заряжать их. Да и на практике такие системы оказались крайне ненадежны. Поэтому в LaserWare используют только проверенные временем решения. Огромная сеть сервисных центров LaserWare расположена по всему миру. Их уже более 50. Мы обеспечиваем гарантию в 24 месяца и обслуживаем наше оборудование по самым высоким стандартам. Мы создаем качественный рекламный и дизайнерский контент для развития ваших социальных сетей, видеоканалов и сайтов. Мы являемся организаторами крупнейшего в мире лазертак турнира «Майские маневры». Это мероприятие собирает ежегодно свыше 400 участников из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Но не только международным лазертак турниром мы гордимся. За последний год мы провели и поддержали более 100 крупных лазертак турниров и мероприятий по всей России. Сегодня я расскажу вам все о 10-м поколении. Это по-настоящему рывок в развитии всего мирового лазертака. 10-е поколение. В первую очередь статистика. Еще в 2014 году мы уловили тенденции и первыми в индустрии российского лазертака обеспечили возможность считывания беспроводной статистики с помощью специального программного обеспечения и Bluetooth-модулей. У нас появилась выгрузка статистики в социальные сети ВКонтакте и Фейсбук. Вскоре была разработана программа для андроид-планшетов. Стандарт Bluetooth и сейчас является компромиссом с точки зрения соотношения параметров дальность, скорость и экономичность. Bluetooth стремится приблизиться по своим параметрам ко всем трем стандартам. Но какие технологии актуальны сегодня? Давайте рассмотрим другую таблицу. Наверное, становится очевидным, и вы уже догадались, что лучше подойдет для внеаренного 10-го поколения. Впервые мы выбрали совмещенный Wi-Fi и Bluetooth-модуль. И компания Лазервар – первая компания в мире, которая использует высокоскоростной Wi-Fi вместе с Bluetooth-модулем в одном чипе. Это наша инновация, инновация нашей компании. Спасибо. Этот модуль способен на невероятные вещи. Благодаря одному Wi-Fi роутеру вы сможете обеспечить онлайн-связь с оборудованием на площади 10 000 квадратных метров. А при использовании ретрансляторов дальность связи практически не ограничена. Встроенный Bluetooth-модуль четвертого поколения позволяет разрабатывать новое программное обеспечение и поддерживать сотовые телефоны, планшеты и смарт-часы. Чем быстрее вы получите статистику и считаете ее, тем быстрее ваш клиент получит данные, будет более довольным. Понятно, что купив сегодня Лазертак оборудование, вы хотите, чтобы оно еще много-много лет не устаревало. Как раз-таки наше решение сейчас, в 2018 году, оно продолжит свое развитие еще много-много лет. Популярность стандарта. Все знают, что Wi-Fi и Bluetooth – самые популярные стандарты беспроводной связи на планете. Поэтому наш выбор именно пал на них. Свою технологию, свой модуль передачи данных мы назвали X-Core. Это ядро десятого поколения. Оно работает на скорости 240 МГц, обладает поддержкой стандарта Wi-Fi связи со скоростью до 150 Мбит. 16 Мб памяти позволит хранить до двух недель игр без перезаписи флеш-памяти. Так выглядит плата десятого поколения. Спасибо. В этой плате в полтора раза больше компонентов, чем на платах 8-го и 9-го поколения. При этом эта плата имеет те же самые габариты и те же самые крепежные отверстия, что и основная плата 8-го и 9-го поколения. Даже спустя годы после покупки оборудования мы предлагаем недорогие апгрейды, электронику, корпуса, новую оптику. Тем самым мы поддерживаем клубы и их оборудование в актуальном состоянии. Это по-настоящему удобно. Спустя 10 лет развития компания LaserWare, единственная в своем роде, предлагает три ключевые технологии сбора статистических данных. Оффлайн, онлайн и реал-тайм режимы считывания данных. Но технологии ничего не значат без удобного программного обеспечения. Мы представляем вашему вниманию новый онлайн-конфигуратор от LaserWare. LaserWare Online – это новый внешний вид. Конфигуратор доступен в официальном Microsoft Store. Главная и самая крутая фишка в том, что мы управляем игрой прямо с ноутбука, компьютера или даже планшета онлайн. Нужно переименовать игрока легко и моментально. Перекинуть игроков из одной команды в другую и поменять цвет целой команды – запросто. Конечно же, как и раньше, не составит труда быстро сменить все необходимые тактико-технические характеристики оружия. Интерфейс программы прост, интуитивно понятен и в ней очень приятно работать. Теперь для запуска игры не нужно подходить к каждому игроку и активировать его. Достаточно нажать кнопку «Старт» в конфигураторе. И есть еще приятный бонус. Вы включаете один единственный таймер и у вас через час все оборудование выключается. Вам не нужно никого собирать по лесу или кричать «Возвращайтесь на базу», да? Как это обычно бывает, да. Но оружие само скажет «Время раунда завершено». В десятом поколении статистика отображается в режиме реального времени. Попадания, фраги, виртуальные смерти – все параметры, которые вы видите сейчас на экране, теперь будут онлайн. Можно приглашать на игры зрителей. Эти данные сливаются, если у вас есть онлайн-связь с оружием. Но представьте ситуацию, если этой связи нет. Оружие начинает копить эти данные в себе. Поэтому для онлайн-игры вам требуется хорошая Wi-Fi-сеть. Во многих аренах она уже есть. Другими словами, вам фактически не придется вкладываться. Программное обеспечение, наряду с качественной аппаратной частью, является наиболее важным аспектом при выборе лазертак-оборудования. От качества и функциональности ПО на 90% зависят те возможности и скорость работы, которые вы получите при эксплуатации всей системы. Мы заслуженно гордимся нашими программами, над которыми ежедневно трудится штат квалифицированных программистов. Руководители клубов получат возможности выгружать данные в соцсети, создавать свои собственные маркетинговые и игровые стратегии продвижения клуба. Я думаю, что мы все должны с вами похвалить немножечко наших дизайнеров и разработчиков. Потому что это новый уровень во внеаренном Лазертаге. Поверьте мне, мы бываем на всех выставках, посвященных Лазертагу и индустрии развлечений. И очень мало компаний, которые создают софт, создают программное обеспечение такого уровня и дизайна. Больше всего мне нравится в онлайн-игрушках это то, что ты можешь быть разным. Ты можешь быть снайпером, можешь быть штурмовиком или подрывать танки на минах. У тебя есть определенные устройства дополнительные, у тебя есть определенные настройки. И это очень сильно подкупает клиента. А здесь возможно более 64 персонажей. Мы будем теперь давать бонусы и звания некоторым персонажам, переключая их с помощью онлайн-программы. Представьте ситуацию. Вы играете в такой арене 10-го поколения. И за одну минуту настреляли 10 врагов. Вам тут же дался бонус к скорострельности и к урону в онлайн-режиме. А ружье вам сказало об этом. Оно сказало, что вы машина, терминатор, супер-снайпер. Мы создали каркас, на котором со временем будет выстроен целый мир лазер-вар-клубов. С глобальной картой, клубными рейтингами, анонсами игр мы на старте новой эры. Эры лазер-вар онлайн. Спасибо. В конце лета мы запустили, как вы знаете, новую оптическую систему Parallax. Точность стрельбы повышается больше, чем в три раза, а рикошеты в помещении уменьшаются практически в три раза. И для того, чтобы настроить ваше оружие на максимальную дальность, вот такую, которую дает Parallax, а он дает больше 500 метров, вам надо будет очень сильно постараться пристрелять ваше оружие. Эта оптика в сборе полностью безопасна в любых режимах работы. Мы взяли за основу размеры пламя-гасителя. Теперь никогда еще в истории вне арены лазер-тага оружие не было таким аутентичным. Это большое достижение для нашей компании. Спасибо. И вот все это три инновации, объединенных в одном слове, десятое поколение. И сегодня я вот здесь со сцены, мне это безумно приятно, объявляю старт продаж десятого поколения. Новые продукты — это то, что мы сделаем за 2018 и 2019 года. То есть то, что мы выпустили недавно и сейчас, буквально через месяц, выпустим. Battle Base. Мы все играли с боевой базой на международном лазер-таг турнире. Многим понравилось это устройство, поэтому оно сразу пошло в народ. Боевая база — это топ среди всех устройств для восстановления игрока. И плюс куча-куча бонусов в качестве многократных сценариев. Много интересных сценариев можно с ней сделать. Умная боевая база — универсальное устройство для реализации самых смелых лазер-таг сценариев. Ударопрочный корпус защитит девайс в суровых условиях проката. Умная боевая база позволяет отыгрывать три типа сценариев. База поддержки, блокпост, бомба. Каждый из них имеет множество вариаций и настроек под самые высокие требования. Боевая база может излучать разные импульсы. Работа устройства сопровождается громкой озвучкой и текстовым описанием на OLED-экране. Также о режимах работы информируют семь ярких цветных пиктограмм. База может работать на русском и английском с быстрой сменой. Умная боевая база для вас и ваших клиентов. Лазер Вар Перед нами стояла задача выпустить вроде бы небольшой пульт. Но на самом деле мы создавали целую концепцию управления игрой в кармане. Мы решали, какие функции необходимы в первую очередь. И реализовали всего лишь на четырех кнопках целых 16 функций. Следующим устройством, которое в этом году прошло очередную модернизацию, это устройство «Умная контрольная точка». Мы все настолько привыкли к этому устройству, что не представляем себе лазер-так без контрольной точки. Лучшие параметры игры Battlefield и технологии аренного лазер-тага объединились в долгожданном, принципиально новом дополнительном устройстве. Умная контрольная точка. Мощный аккумулятор в 3000 мАч. Потрясающе громкий и качественный цифровой звук. Брутальный корпус и удобные ручки для переноски нескольких устройств одновременно. Три продуманных сценария позволят вам раскрыть весь потенциал «Умной контрольной точки». Девайс поддерживает союзников, восстанавливает здоровье и отгоняет ИК-импульсами противников. Захват может быть ускорен, если точку атакуют сразу несколько стрелков. Рикошеты и случайные захваты исключены. «Умная контрольная точка». Лазер-вар. Наверное, спрошу вас, как переводится? Шершень. Абсолютно верно. Шершень — это новый стандарт в мире нового класса оружия для лазертага. Это пистолеты. Сразу обращаю внимание на то, что это мужской пистолет. Этот пистолет не создан для детей, потому что перезарядка осуществляется на затвор. Этот пистолет имеет массу конкурентных преимуществ по сравнению с предыдущей моделью. В первую очередь я хочу его включить, чтобы продемонстрировать вам звук. Пистолет имеет уникальный дизайн и интегрированный OLED-дисплей. Ну и, соответственно, по силе выстрела, по подсветке выстрела мы можем определить его конкурентные преимущества. В первую очередь в нем интегрирована уникальная новая оптическая система Parallax. И он стреляет, давайте догадаемся, на сколько? Больше. На самом деле он может стрелять на 400 метров. Но, как я сказал, мы ввели классы оружия и урезали ему дальность в пасмурную погоду до 200 метров, в солнечную — до 100 метров. Громкий, насыщенный звук. Далее мы смотрим на него. Это уникальный дизайн. Планка Picatinny позволяет цеплять разнообразные прицелы. Я прошу вынести вторую модель. На ней интегрирован уже коллиматорный прицел. Здесь есть целик и мушка. И обратите внимание на спусковой крючок. Это не просто спусковой крючок, а новый уровень дизайна, потому что это спусковой крючок в форме акулевого плавника. Это сейчас очень модно, кстати. Поэтому эта модель является мужской моделью. С перезарядкой на затвор, с полной интеграцией OLED-дисплеем, аккумулятором 1,4 Ач. Покупая пистолет, вы получаете сразу два разных затвора. И можете менять их в зависимости от наличия коллиматорного прицела или желания разнообразить внешний вид пистолетов. Распределить их по разным командам. Это очень удобно. Модель одна. А модульность и сменяемость затвора творят чудеса преображения. Теперь в линейке продукции от компании LaserWare есть три уникальные модели, которым просто нет равных. Хищник. Феникс. Шершень. Я хотел бы рассказать про магазин M-серии. Наверняка вы уже заметили, что компания LaserWare выпускает некоторые дополнения к текущему LaserWare комплекту. Ради качественной интеграции мы решили сделать новую пресс-форму. Пресс-форму магазина. Теперь винтовки M-серии более надежны, более качественно интегрируются. В этом магазине уже акустическое гнездо, а это значит хороший звук, чего раньше не хватало тем же самым моделям Cobra. В этом магазине аккуратно уложены провода, идет своя технология сборки, поэтому работа над качеством в компании не останавливается никогда. Игровые устройства 2019 года. Я, честно говоря, конечно, хочу сам рассказать вам про все новинки, но, наверное, лучше меня это сделает человек, который их проектирует, который создает концепты новых устройств. Я прошу выйти на сцену Антона Переливского. Антон. Еще раз. Здравствуйте, дорогие друзья. Как Сергей сказал, уже я работаю над концептами в компании LaserWare и хотел бы рассказать о новом устройстве. Я вот помню, когда сам первый раз играл в LaserTag в режим флага, ну я пришел такой, и что тут, как тут, что делается? Ну, какими-то ловкими усилиями я успел добежать до команды противника, схватил флаг и ломанулся к себе на базу. Ну, значит, бегу, бегу, в меня что-то стреляют, у меня сердце выпрыгивает. Ну, все, кто таскал флаг, да, все знают. Сумасшедшими глазами дамигают до базы, все, я молодец, я выиграл, э-э-э-эй. Ну, тут мне сразу омрачилась, так сказать, моя радость, потому что команда противников решила устроить мне небольшие разборочки. Они решили, они сказали, что я играл мертвым. В итоге выяснилось, что это не так, но игра уже, вручая, я расстроился. И поэтому мы представляем вам устройство новое, которое мы назвали цифровой флаг. Когда мы начали продумывать все эти сценарии, оказалось, что все равно это тот же флаг, только со светяшечками какими-то. То есть везде организационный момент. Но это же лазертак, это же должна быть электроника. Очень долго, да, мы делали этот концепт. Это были варианты с одной трубой, с двумя, и так, и сяк, как это все подсветить. С одной стороны мы увеличивали световой поток, с другой стороны это энергопотребление. Потом у нас были совершенно безумные всяческие идеи, но цена этого флага вырастала до безумных размеров. Мы напечатали просто тонну пластика на 3D принтере, и в итоге получилось то, что получилось. Такой вот Бэтмен. Пять режимов игры. Первый режим — это наша любимая контрольная точка. То, собственно, с чего началось. Это световая индикация контрольной точки. Теперь только видно, какая команда у нас лидирует. То есть одна захватила команду, мы видим, там столбик поднимается, другая. По цвету. Дальше этот сценарий «Царь горы противостояния аванпост». Эту точку можно взрывать, захватывать. Это перетягивание времени, когда нужно и свое время немножко там увеличить, и съесть время противника. И, конечно, сам сценарий непосредственно, сам флаг. Мы подбегаем к устройству противника, стреляем в него. Устройство нам отвечает флагом. У нас над головой появляется световая индикация. И все видят, что мы теперь несем флаг. Мы бежим на базу на свою, стрелять мы, поражать противника не можем, потому что мы с флагом. Нас прикрывают наши товарищи, мы добегаем до своей базы, стреляем в свой флаг. Он засчитывает флаг, фиксирует и делает нас снова нормальным человеком. И мы дальше бежим захватывать второй флаг. Мы можем настроить количество флагов, которые нужно принести. Мы можем настроить время раунда. Это как можем и отдельно настраивать, так и можем вместе. Если я раз флаг взял, мы можем поставить, что оно выдаст на следующую секунду, уже флаг может выдавать. А может там и через час. То есть вот такая штука. И самое главное, теперь мы вывели режим игры в флаг. Мы его вывели из организационной плоскости, когда сами игроки зорко следят друг за другом. Кто там мертвый, что куда там в окно кидал. Или там инструкторы бегают, смотрят. Теперь в область электроники сама электроника фиксирует вот такая вот штука. Есть сверху индикация. Это 12 ярких диодов. Это дополнительная информация для игрока, когда идет захват. И вот эта вот фишечка мне очень нравится. Видите, здесь такой отпечаток пальца. Он сейчас… Во, кстати, его видно на слайде. Это сенсорная кнопка. То есть ее не надо там нажимать. Мы просто берем и подносим руку. Например, мы захватили в режиме контрольной точки нашу точку. И в настройках выставлено, что эта точка подлечивает нашу команду. Мы подбегаем, прикладываем руку. Все подлечились. Решили мы показать вам устройство на стадии концепта, чтобы как бы вместе с вами попробовать его создать. То есть вы можете поучаствовать в создании устройства своими идеями. Это новое устройство. То, о чем до этого момента рассказывал Сергей. Это по поводу персонажей. Что в клубах, да, классная штука внедрять именно персонажей. Для этого мы разрабатываем новое устройство. Это новое устройство, мультиперсонажное или мультиклассовое. В него мы заложили три персонажа. Это медик, техник и командир. Вот здесь, например, на этом слайде показано, как мы думаем, что там сделать с медиком. Например, как из артефакта сделать его из двух устройств или сделать одним устройством. Вот это уже близко к тому, что мы хотим сделать. Это устройство. Ну, допустим, здесь у нас медик. У него есть несколько режимов, своих режимов. То есть он может остановить кровотечение. Или мы включаем, он, допустим, всем по 25 жизней, 25% раздал. Потом повесил устройство сюда, нажал функцию автоматического лечения своего взвода. И в течение 30 секунд он раздает жизни. Но так же работает техник, который чинит технику, купол и раздает боеприпасы. И командир, который воодушевляет свои войска. То есть режим берсерка, например, включает бойцу, и тот идет в бой. Или всем раздал плюс скорострельность и отправил своих бойцов захватывать флаг. Вот такое устройство. То есть сейчас это только концепт. Если вы хотите, если у вас есть какие-то идеи на этот счет, если вы хотите поучаствовать и потом увидеть готовое устройство, в которое вы вложили свою идею, то пишите нам в группу ВКонтакте или на все доступные наши ресурсы с пометкой «Концепт художнику». Возможно, мы в следующем году не увидим это устройство, а возможно увидим. И это зависит исключительно от потребностей рынка. А рынок хочет удивлять клиента. Рынок хочет видеть новое устройство в Лазертаге. Цифровой флаг – это движение вперед для всей индустрии. Прошивка 8-9 поколения, вышедшая полтора месяца назад, уже поддерживает функцию цифрового флага. Поэтому просто обновите 8-9 поколения, и у вас эта поддержка будет. В последнее время просто фантастический рывок совершил спортивный Лазертаг. И подробнее об этом расскажет вам Дмитрий Солодов, президент Федерации Смоленской Федерации по спортивному Лазертагу. Дим, прошу тебе слово. Да, спасибо, спасибо. Ребята, еще раз всем привет. Решение о создании Федерации спортивного Лазертага поддержало огромное количество. Это сотни людей были, которые отозвались на призыв. Но, как всегда, включился человеческий фактор, и из сотен и сотен активных, на первый взгляд, людей образовалась группа, которая составляла 5 или 7, наверное, процентов. И мы с ними создали такую рабочую группу, которая начала заниматься созданием методических материалов. Созданием всего, что должно включать в себя понятие Федерации спортивного Лазертага. Уже за 2018 год создано порядка 20 некоммерческих общественных организаций, которые занимаются именно спортивным Лазертагом. И на данный момент порядка 30 НКО заняты спортивным Лазертагом в том числе. За последние два года динамика развития именно спорта Лазертага как спорт привела к тому, что повышается, очень сильно повышается интерес среди клубов. То есть мы создаем мероприятия, мы проводим турниры, мы проводим ивенты, встречи. Интерес возникает не только среди руководителей клубов, как дополнительная сфера развития Лазертага, но так и среди частников, среди детей, которые видят соревнования, хотят в них поучаствовать и хотят заниматься в секциях. Это интерес со стороны родителей уже, очень большой интерес родители проявляют для того, чтобы отдать детей в секцию не просто каратэ, тэквондо, а какого-то нового вида спорта, высокотехнологичного, и объединяющего себе и физуху, и тактику. География у нас от Калининграда до границ с Китаем. Это и Оренбург, Иркутск, Калуга, Тула. Порядка 30 регионов уже с нами. Очень приятно, что в некоторых регионах ни одна, ни коммерческая организация, ни один клуб вместе с нами, а уже по два, по три клуба занимаются спортом и интегрируют его в свою работу. Спортивный Лазертаг — это отдельная самостоятельная дисциплина, которая набирает популярность в России, и благодаря этой популярности о спортивном Лазертаге узнают в Белоруссии. Сейчас очень активно спортивный Лазертаг интегрируется в детские и юношеские организации Республики Беларусь. При Балтике к нам присоединяются и пытаются интегрировать в своих клубах в Латвии и Литве. Спортивный Лазертаг — это сформулированные правила. Требования к организации воспитательного процесса, требования к проведению соревнований и так далее. То есть здесь все четко. Вот наши правила, наши методики проведения соревнований взяли на заметку в главном штабе юноармии России. И все наши методические материалы, наши правила и технологии проведения соревнований взяли за основу. И в этом году все юноармейцы во всей России, во всех регионах проводили соревнования именно по нашим правилам. Это очень круто. Да, спасибо. В этом году юноармия не успела. В следующем году планируется проведение всероссийских соревнований среди юноармейцев уже в парке «Патриот». И я надеюсь, что мы вообще очень круто подготовимся, привлечем наших коллег-партнеров из Москвы и Московской области для того, чтобы была у нас большая команда, чтобы это мероприятие отметилось даже не на 5+, а на 10, чтобы даже юноармия сказала «Вау, ребята, вы молодцы». И это будет, наверное, еще один большой стимул к развитию спортивного лазертака через наших друзей, через юноармию. Спортивный лазертак – это бизнес. Потому что любой спорт, любой профессиональный спорт, если он не имеет финансовой окупаемости, он начинает загибаться. Спортивный лазертак – это, скажем так, новый вид предпринимательской деятельности для всех руководителей лазертак-клубов, потому что это секция, которая проводится, опять же, для кого-то бесплатно, как мы делаем для юноармейцев и для детей, скажем так, в трудной жизненной ситуации. Но в основном секция – это платное мероприятие. Естественно, это соревнования. Естественно, это аккредитация спортсменов, тренеров, судей и так далее. Все методические материалы мы создали, мы написали. И последний шаг у нас остался – это подача заявления. Подача заявления в Минспорта для регистрации вида спорта. И пусть это звучит как тавтология, но это очень приятная тавтология. После регистрации вида спорта, после того, как в регионах появятся аккредитованные спортсмены уже с настоящими официальными документами, с официальными бумагами, корочками спортсменов, судей, тренеров, количество наших партнеров увеличится за календарный год минимум вдвое. И мы уже тогда будем серьезно говорить о создании федерации, потому что многие из вас уже знают, что для создания федерации нужно не менее 51% регионов присутствия. Приложение, которое позволяет предельно просто оформить соревнования любого уровня, зарегистрировать участников, ввести личные данные вот как команды, так и спортсмена, провести жеребьевку автоматически, распределить турнирную сетку. Чего нам не хватает? Нам не хватает только людей, наверное. Людей-специалистов, которые готовы нам помогать, которые готовы вливаться в работу, обмениваться с нами опытом и добавлять свои знания в развитие федерации. И поэтому у нас сейчас образовалась еще одна очень важная миссия, помимо всего прочего, это обеспечить федерацию кадрами. Кадрами как спортсменов, так и уже специалистов высококачественных, которые будут преподавать, которые будут судить, тренировать и так далее. Вот такие у нас скромные данные по ситуации на данный момент по федерации и скромные планы на будущее. Спасибо большое. Радкий отчет произошел. Что это за зверь АК-15Х? Кто мне скажет? Может кто-то видел? АК-12 во всех смыслах этого слова прекрасный автомат. И мы были бы не компанией Лазервар, если бы не продолжили историю этого продукта. Новая модель АК-15 отличается двумя бонусами. Это перезарядка на затвор и новая оптика Паралакс. Это более взрослая модель. Вот это результат того, что просит клиент. Он хотел обновить модель АК-12 и видеть более реалистичную перезарядку. И хотел, соответственно, увидеть Паралакс в хищнике. Абсолютно все бренды и крупные компании обновляют модельный ряд во время какого-то большого юбилея. И мы следуем этой замечательной традиции, обновляя эту модель. Неаренные лазертак-клубы становятся аренными лазертак-клубами. И им нужно соответствующее оборудование. Мы позволяем клиентам выбрать 10-е поколение в качестве основы. Но никто никогда не заменит профессионального аренного лазертак-оборудования. Всем понятно, что там реал-тайм статистика. Это классика в аренном лазертаке. Но не все знают, что мы изобрели и адаптировали модель Феникса в аренный лазертак. Это тоже был очень долгий процесс. И создание вот этого демпфера, он дает безопасность. В первую очередь на коротких дистанциях. И вот эта вот новая модель обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущей моделью в аренном лазертаке. Это был E-Razer. Это более эргономичные формы, новый спусковой крючок, рукоятка дополнительная, уникальный световой датчик на вторую руку. Кибертак — это реал-тайм управление ареной всеми звуками, устройствами. И всем этим управляет наше уникальное программное обеспечение для Кибертак Арен. Вы можете настраивать все сценарии, кастомизировать любые звуки. Сама арена оживает при игре в Кибертак. Кибертак 2.0 Black Edition Лазерный целеуказатель увеличивает вашу меткость. Усиленные звуковые эффекты повышают громкость в два раза. Специальная заглушка на передней части оружия надежно защищает игроков от ударов и столкновений. Расширенный функционал благодаря G-Shock датчику. Инновационный OLED-дисплей отображает текущие параметры. Датчик второй руки выполнен по новой технологии и гарантированно срабатывает, даже если у игрока вспотели руки. Качественные жилеты с гигиенической подкладкой имеют три раздельные зоны поражения. Кибертак 2.0 2.0 Black Edition Рано или поздно 10-е поколение будет обрастать и такими технологиями. Я могу сказать, что я волнуюсь, потому что это большая ответственность выступать перед вами, перед нашими клиентами. Мы также по-прежнему будем разрабатывать лучшие лазертак технологии и предлагать их вам. Мы будем вместе с вами создавать новое качество сервиса, новое качество обслуживания, услуг. Мы предоставим вам лучшие условия на рынке, самые конкурентоспособные устройства и электронику. Наша компания ценит своего клиента, как никто другой. Наша компания благодарна вам и от себя лично низкий вам поклон. Спасибо. Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наши YouTube-каналы и социальные сети ВКонтакте и Facebook. Ссылки в описании.